Приветствую вас, мои кровожадные печеньки. История любит наносить пощечины своим читателям. Мы начали писать этот материал еще в двадцать первом году. И мы хотели начать этот ролик со слов нам, жителям двадцать первого века, очень сложно представить, что переживали люди физически и психологически, находясь в жерле первой и второй мировой войны. Иронично. Но как бы то ни было, тот, о ком сегодня пойдет речь, именно был рожден в жерле Первой мировой и во время Октябрьской революции. Он совершил свои преступления много позже, спустя шесть лет, они были ужасны. Но именно Первая мировая сорвала с демона, который находился в его душе, всякие оковы. Речь сегодня пойдет о первом советском серийном убийце Василии Комарове. Также на канале вы можете найти ролик о Николая Раткевича, первом российском серийном убийце. Ссылка в описании. Мы постарались собрать в этом ролике как можно больше интересного материала, который отражает эту историю с разных точек. А также в конце вы можете услышать народную песню о Комарове. Разумеется, в исполнении Мутер Фауст. Обязательно досмотрите ролик до конца. Вы находитесь на канале Фауста 21 века. И мне, как врачу-психиатру, есть что вам рассказать. Устраивайтесь поудобнее и добро пожаловать в Колыбель Ужаса. Колыбель Ужаса Василий Иванович Комаров, который по паспорту был Василий Терентьевич Петров, который родился в 1877 году или в 1878 году в многодетной семье в Витебской области. Отец был рабочим на железной дороге, а кем была его мать, неизвестно. О детстве мальчика очень мало информации и многие факты спутаны. У него было то ли пять, то ли шесть братьев. В книге психолога, который лично общался с Комаровым, написано, что одиннадцать. С детства они были приучены к алкоголю. Да и сами родители не отказывали себе в пагубной привычке. Отец в пьяном состоянии поднимал руку на мать и детей. Известно, что семья жила скромно и Василий уже в 12-13 лет работал в поле и зарабатывал деньги. В книге «Убийцы России» за авторством Александра Тарасова пишут о том, что Василий с 15 лет начал страдать алкогольной зависимостью. Как и все члены его семьи, пил не только водку, но и все, что могло одурманить или гореть. Или, как говорится, пил все, что горит. По воспоминаниям самого Василия, братья и вовсе не знали меры в потреблении алкоголя. Став чуть более независимым от родителей, Василий полюбил бродяжничество. В психиатрии у этого есть термин – вагубандаж. С 27-28 лет он уже отслужил 4 года в армии и заключил брак со своей первой женой. В 1905 году он участвовал в войне на Дальнем Востоке, где заработал немного денег, которые он позже вместе со своей молодой женой потратил на путешествия по России. Нам известно, что мужчина часто под действием алкоголя скандалил и вступал в конфликты с супругой, которая постоянно ревновала мужа, хотя, по его словам, он был верен ей. Свой первый тюремный срок Василий получил в 40-летнем возрасте. За кражу на вверенном ему военном складе, где он временно работал охранником. За кражу яблок его покарали 12 месяцами заключения. К этому времени его супруга, к несчастью, скончалась. То ли заболела холерой, то ли отравилась. В самом расцвете сил, освободившись из тюрьмы, Василий переехал в Ригу, где вступил в брак во второй раз. Супруга София была вдовой с польскими корнями и двумя детьми. К сожалению, и тут ссоры не обошли стороной новоиспеченное семейство. Мужчина избивал женщину и детей. Позже на суде Василий признался. Злобы нет, но плеухи иногда я ей давал. Детей бил для науки. А о жене будет отзываться, как о дурочке. Пусть кушает. Возле меня это римско-католическая рвань. Так, дурочка слабая. Через несколько лет уже в Москве София родила Василию сына. Таким образом, у пары было трое детей. Эвакуировавшись в 1915 году из Риги, Василий с семьей оседает у Волги. Он трудился грузчиком и в ту пору особенно много пил. Причем, во время Первой мировой вливал в себя практически все, что булькало. Хлебал не только спиртные напитки, но и неразбавленные денатураты. Политуру. В 1917 году Василий вступает в ряды Красной гвардии, где делает весьма неплохую карьеру на фронте. Мужчина впервые начинает усердно заниматься образованием. Обучается грамоте, учится читать и в итоге дослужился до взводного командира. Он также был вовлечен в палачество. Командовал взводом при расстреле приговоренного, которому вменяли в вину шпионаж. А также стал участником голосования, проводившегося для вынесения смертного приговора пленному белому офицеру. Но когда на Денисовском фронте он сам угодил в плен, пришлось назваться чужой фамилией, чтобы избежать казни. Так он из Василия Петрова стал Василием Комаровым. Именно на фронте он начинает получать удовольствие от лишения жизни, в чем он позже признается. Избежав расстрельной пули после всех фронтовых передряг, в 1920 году Петров Комаров перебирается в Москву. Нанимается ломовым извозчиком в центре ВАК и украденное оттуда сбывал на рынке. А уже со следующего года начинает промышлять присвоением имущества своих жертв. В Москве Комаров покупает квартиру в доме номер 26, в центре города на улице Шаболовка. На имевшиеся деньги семья весьма неплохо живет около года. Также они приобретают лошадь с коляской, и мужчина устраивается работать извозчиком в Центральное управление по эвакуации населения при Наркомате внутренних дел. Но деньги заканчивались. До первой его жертвы оставался ровно год. А пока что Василий в рабочее время воровал и перепродавал украденное. Денег, к сожалению, едва хватало на еду. Чего уж там говорить про выпивку. Итак, в 1921 году Василий встает на свой кровавый путь и начинает создавать свою схему, которую он раз за разом совершенствовал в течение года. Его схему очень подробно описал работавший с ним психолог Сергей Познышев. Техника его преступления была крайне проста. Утром он шел на Конную площадь, толкался между прохожих и присматривал для себя провинциала. То есть не жителя Москвы, а человека приезжего, который искал по сходной цене лошадь. На допросах Комаров будет подробно и ажитировано рассказывать врачу и его ассистентам, по каким признакам он узнавал провинциала. Как с помощью различных провокационных вопросов он убеждался в том, что данный провинциал действительно желает и ищет, где можно купить лошадь. Комарову было важно убедиться и понять, что этого человека никто не будет искать. Выдавая себя заслуживого, он говорил такому провинциалу, что может достать под такой-то сходной цене казенную лошадь. Вел его к себе на квартиру и лишал жизни. Его рассказы о том, как он заманивал таких приезжих, свидетельствуют о том, что несмотря на видимую простоватость и даже бестолковость, он человек хитрый, понимающий психологию простого люда, знающий, как быстро залезть к нему в душу и завоевать доверие. С одним, бывало, он поругает современные порядки, с другим распишет доверие, которым он пользуется на службе. Третьему расскажет о неких вымышленных злоключениях своей жизни, ровно таких же, которыми и недоволен его новый знакомый, и на которые тот жаловался, и так далее, и тому подобное. Он видел и чувствовал своих жертв. Все это он делал с необыкновенным простодушием, сопровождал свою речь горячей жестикуляцией и наполнял ее красноречивыми площадными ругательствами, столь привычными уху простого русского человека. В результате, в краткое время он становился чуть ли не приятелем своего нового знакомого, и после он заманивал его к себе на квартиру, чтобы состряпать дело или посвободнее о нем поговорить. Нередко со своим новым знакомым он заходил в чайную или в трактир, выпивал с ним самогона, иной раз даже выпивал за его счет, ну и затем вел к себе в квартиру. Приходили обычно часов около трех дня, там уже была готова закуска, иногда колбаса или что-либо подобное, самовар и так далее. Посетитель с хозяином усаживались и начинали беседу. Иногда бывало даже продолжительную в течение двух-четырех часов, при этом гости хозяин выпивали. На вопрос следствия, а как бывало, если гость не пил, Комаров отвечал. А не пьет, значит дело быстрее идет. Затем, когда, как он говорил, требовала его алкогольная температура, он поднимался, отходил в сторону, незаметно брал подготовленный заранее очень тяжелый молоток и, приблизившись к ничего не подозревающему гостю сбоку, наносил ему сильнейший удар в переносицу или висок. Второй же удар ошеломленному гостю наносился из подбородка и иногда с той же силой, отчего иногда лицевой скелет очень сильно сплющивался. И большинство жертв даже не успевали оказать сопротивление. Но был один случай по рассказу Комарова, когда получивший от него удар гость вступил с ним в борьбу. Комарову даже пришлось с ним возиться, пока он его не одолел. После одного-двух ошеломляющих ударов Комаров набрасывал на шею жертвы петлю и туго ее затягивал. Чтобы уменьшить кровотечение и устранить всякие сомнения, не осталось ли в жертве хоть какая-то капля жизни. На вопрос, как Комаров лишал жизни, он всегда просто отвечал. 13 марта 1921 года, когда еще не растаял весь снег, был найден первый из роковых мешков Комарова, который дал важную зацепку и приблизил его арест. Жертвой был неопознанный мужчина 35-40 лет, без одежды. Хитрым образом руки были завязаны за спиной. Запястья были связаны веревкой. Ноги были плотно прижаты к животу. При этом веревка была протянута под коленями и заходит на шею. Голова обмотана тряпкой, дабы кровью не запачкать мешок. Судебная медэкспертиза показала, что жертве нанесли два удара по голове тупым, тяжелым предметом. Подобный метод лишения жизни не просто ломал кости черепа, но еще и вызывал деформацию. В данном инциденте пострадал левый висок и нижняя челюсть. Однако, что было примечательно, в данном случае это не привело к гибели. Смерть наступила из-за механической асфиксии. На шее отчетливо была видна стронгулярная борозда. Также было установлено, что жертва на момент гибели была в алкогольном опьянении. Тело находилось в мешке около двух недель. Но, учитывая погодные условия, относительно неплохо сохранилось. Сразу было установлено, что само преступление было совершено определенно в помещении. Также в мешке было обнаружено зерно овса, что сужало круг подозреваемых. Однако, хоть и следствие предполагало, что преступник мог быть торговцем или извозчиком, таких подозреваемых в столице были тысячи. В начале мая находят второй мешок. Только этот уже был закопан в землю. Примерно в 500 метрах от Москвы-реки. Глубокую яму в тех местах было выкопать достаточно сложно. Так что обнаружение тела было вопросом времени. Его обнаружили местные мальчишки. Думали, надеялись, что нашли закопанный клад. А в итоге оказалось, что это очередное тело мужчины около 50 лет. С настолько изуродованным лицом, что опознать жертву было невозможно. Мягкие части тела сохранились значительно хуже, так как, предположительно, человек был лишен жизни где-то более месяца назад. После этого случая мешки с телами будут находить в периодичности раз или два в месяц. Модус операнди вырисовывается достаточно простой, но эффектной. Вероятно, ночью преступник оставлял свою жертву в районе Москвы-реки, а в итоге закапывал в районе огородов, раскопанных на пустыре. Находки были совершенно разные. Как свежие, так и совершенно разложившиеся и гниющие. Также была выстроена некая закономерность. Совсем свежие тела обнаруживали в четверг. Из этого следовало, что преступление произошло в среду. А что тогда происходило в среду? Ярмарка на конном рынке. Также постепенно на смену обычным мешкам стали приходить специальные модифицированные. Мешок разрезался сбоку и дошивался таким образом, отчего становился вместительнее и прочнее. Следует также уточнить, что большая часть жертв Комарова так и не была опознана. И это не только из-за того, что лица жертв подвергались деформации, а еще и из-за отсутствия личных вещей у жертвы и дезорганизации органов сыска в 1920-х годах. Тем более расследование данных преступлений велось в чрезвычайной секретности. Хотя иногда приходилось доставать тела в присутствии толпы. И ничего нельзя было поделать со слухами о том, что в округе появилась некая тварь, которая уродует людей и закапывает мешки с телами. Но правоохранительные органы никак не комментировали эти слухи. Время шло, а жестокость все нарастала. Преступник начал использовать топор. Наносились рубленные раны. Они не приводили к моментальной гибели, но делали последующую гибель жертвы еще более мучительными. Далее с помощью ножа души губ перерезал горло и спускал кровь жертвы, дабы ее было легче транспортировать и чтобы убедиться, что жизни в ней больше нет. На следствии преступник заявлял, что до начала зимы 1922 года жена даже не подозревала о его злодеяниях, а когда узнала, заплакала. Однако он ее приструнил, буркнув о чем-то обыденном. «Ну что поделаешь, давай теперь привыкать к этому делу». И без того затерроризированная мужем деспотом покорная жена, у которой голова не проходила от побоев, стала его подручной и начала помогать мужу. Каждый раз при появлении супруга с новым знакомым она уводила из дома детей, а его с гостем запирала на ключ. А вечером помогала избавляться от тел. Садилась в седло извозчика, пока комаров и мешок прятались у нее за спиной. После же они убирались в комнатах. Женщина очень тщательно мыла полы, чтобы не оставить никаких следов. Под покровом ночи нужно было перевозить останки и не вызвать лишних подозрений у прохожих, в том числе и у представителей органов власти. Понятно, что у случайного свидетеля возникнет меньше вопросов, если он увидит замужнюю пару, нежели одного одинокого мужчину с мешком. В то время в газетах писали следующее. «У Комарова жена трое детей, старшему нет еще и десяти лет. Жена полная дегенератка, забитая. Слов не вытянешь». Знала о преступлениях мужа? Узнала. Не сразу. Помогала увозить. Один мешок только ногой столкнула в речку. Начало декабря 1921 года. В заброшенном доме конного переулка лежало два мешка, в которых были обнаженные тела. Мужское и женское. Тела были связаны уже привычным образом, а головы разбиты. Было совершенно очевидно. Садист тот же, что и в остальных случаях. Но в этот раз Комаров прокололся. Эту жертву объявили в розыск. Как оказалось, жертвы были родственниками, а именно брат с сестрой по фамилии Лопатины. Несчастные приехали в Москву на ярмарку и попали в лапы маньяка. В ближайшее время в том же районе будет найдено еще два мешка. И стало понятно, почему мешки теперь начали находить в брошенных строениях. Наступала зима, а значит сугробы, мерзлая почва. Это делало с захоронением мешков непростой задачей. Было совершенно ясно, что преступник не глуп и не идет к леденевшей Москве-реке. Так как точно понимал, что его душегубцы уже ищут. И засовывать тело под лед – это самая первая провальная идея. Ведь наверняка там же и схватит. До конца года смогли обнаружить еще два мешка с телами. И можно было только гадать, сколько же еще душегубец будет забивать людей, словно скот, на убой. Так бы и продолжалась эта серия, если бы не ошибка преступника, которые стоили ему и его супруге жизни. Разбитую голову одного из последних обернули детской пеленкой. Да еще и использованной. Вот так и стало ясно. Либо преступник семьянин, либо имеет соседей с маленькими детьми. Да и если так подумать, логово зверя должно находиться в таком месте, откуда без особых проблем можно было вынести мешок с телом и остаться незаметным. Но, увы, разгадка была все еще не близка. Да и к тому же в те годы милиции, как таковой, еще не существовало. После Октябрьской революции в 1917 году все государственные структуры были распущены и переформировались. Поэтому какое-то время порядок в городе наводили самодеятельные вооруженные группы. А уже после 20-х годов начала формироваться та милиция, которую мы знаем. На Комарова была объявлена настоящая охота по личному приказу самого Ленина. В 1922 году преступник, судя по всему, решил умерить свой пыл. Было найдено всего лишь шесть тел. И это отнюдь не просто так. На преступника шли массовые облавы. Милицейские патрули сновали повсюду. Но, несмотря на всю работу правоохранителей, преступник все еще успешно скрывался и творил свои грязные дела. Хоть и не так часто. А может быть это затишье перед бурей? Судя по всему, это было так. Так как в начале 1923 года человек-машина, как его прозвали, вновь объявился. И стал творить свои кровавые дела с новой силой. Пять мешков почти за пять месяцев. Сколько работы проделано, а все по-старому. Не мог он остаться незамеченным, но не может быть такого. Решают установить слежку за подозреваемыми личностями. И вот, наконец, верный след. Вот так и попался 52-летний Комаров Василий. Который воровал одежду с государственных складов и перепродавал кому попало. Да еще и без номерного знака извозом работает. Тут даже выдумывать ничего не надо было. Повод наведаться был еще с 1922 года. С этого момента была начата слежка. 17 марта или же, по другим данным, 19 мая 1923 года, милиция нагрянула с обыском в расположенную на втором этаже квартиру подозреваемого. В этот момент жена с детьми была на улице. Комаров же без промедления открыл дверь и никак не протестовал обыску. Был спокоен, пока его не попросили открыть дверь в чулан, ибо там было закрыто. Ключи у жены, наверное. Погодите-ка. Милиция даже представить не могла того, что, подойдя к окну, старик из него выпрыгнет. И несмотря на то, что у входной двери стояли другие милиционеры, за энергичным стариком они не смогли угнаться. Никто не был удивлен тому, что в чулане были найдены классические мешки, и обнаружен труп некого Ивана Лапина с изуродованной черепной коробкой и испущенной в тару крови. — Двадцать второй. На двадцать втором перебор, как в карты, — отшутился потом Комаров. — Вот если б часок побольше, шабаш, ни сень пороха б не нашли. Ночью, 20 мая 1923 года, начальник столичного уголовного розыска Иван Николаев и его заместитель Григорий Никулин задержали Комарова в нескольких верстах от Москвы у тетки его жены в селе Никольском. Когда его задержали, то глупо было отрицать очевидный факт, что упырь, терроризировавший всю округу, — это и есть он. Каждый раз он признавался в разном количестве жертв. Вот как поимку Комарова задокументировал Михаил Булгаков. Да, тот самый Булгаков. Опустив многие детали расследования и хронологии, задокументированные события превратились в фильетон под названием «Комаровское дело». Вот что он пишет. «Никакого желания нет писать уголовный фильетон, уверяю читателя. Но нет возможности заняться ничем другим, потому что сегодня неотступно целый день сидит в голове желание все-таки этого Комарова понять. Он, оказывается, рогожи специально имел. На эти рогожи спускал из трупов кровь, чтоб мешков не марать и саней. Когда позволили средства, для этой же цели купил оцинкованное корыто. Убивал аккуратно и необычайно хозяйственно. Всегда одним и тем же приемом. Одним молотком по темени. Без шума и спешки. В тихом разговоре наедине, без всяких сообщников, услав жену и детей. Так бьют скотину. Без сожаления, но и без всякой ненависти. Выгоду имел, но не фантастически большую. У покупателя в кармане была приблизительно стоимость лошади. Никаких богатств у него в наволочках не оказалось. Но он пил и ел на эти деньги и семью содержал. Имел как бы убойный завод у себя. Вне этого был обыкновенным плохим человеком, как их миллионы. И жену, и детей бил и пьянствовал. Но по праздникам приглашал к себе священников. Те служили у него, он угощал их вином. Вообще был богомольный тяжелого характера человек. Психолог Сергей Викторович Познешев имел возможность пообщаться с Василием Комаровым и составил свое мнение о нем. С его слов Комаров-Петров представлял из себя в высшей степени яркий тип импульсивного убийцы-профессионала. Именно так это тогда называлось. И вместе с тем алкоголика-дегенерата и морального идиота. Это не я сейчас придумываю, так тогда писали. Он проживал в Москве два года и за это время совершил 30 лишений жизни. Сам он в разговоре со специалистом признавал себя виновным в 27 лишениях жизни. В среднем, по его мнению, одна загубленная душа раз в неделю. Бывало, конечно, и по две, по три в неделю. Но он воздерживался. Дескать, не предоставлялось подходящего случая. Сам он точного числа их не помнил. И в минуту откровения на вопросы о числе жертв он говорил. Да хрен их знает. Не, что я их считал и записывал. Ищи в Москва-реке. Не всегда среди приезжих комаров находил подходящую жертву. Иногда и день, и два, и более проходишь, пока найдешь такого. Об убитых он отзывался презрительно. Описывал их, как простофили дураков. Без какой-либо жалости. На вопрос, помнит ли он их лица, комаров отвечал утвердительно. Но никаких кошмарных снов или тревожных видений он, по его словам, не испытывал. Преступления обычно приходились на среду или пятницу. В дни, когда ярмарка. А в четверг или субботу комаров ходил в церковь отмаливать грехи. В среду согрешишь, в четверг помолишься о греха и нет. Внешняя наружная набожность у него сохранялась. Хотя свою веру он считал сильно поколебленной. Интересно, что он ссылался на то, что, дескать, на него действовала неблагоприятная атмосфера, в которой он вынужденно находился последние годы. Так он описывал этот период. Все чертями стали. Ну и я чертом стал. Немногие, заходя к Комарову в квартиру в качестве покупателя лошадей, выходили оттуда живыми. Был один-два случая, не более, когда слишком быстро покупатели уходили. А еще был один-двое, которые даже не пошли, а просто предлагали купить и расплатиться на дворе. Особенно недоволен Комаров был девушкой 16 лет, Лопатиной. Единственная жертва женщина, между прочим. Брата убил, а деньги-то у нее. Не идет в комнату, носил и затащил. Он был очень недоволен тем, что она двойную работу дала. Вместо одного, двоих вывозить пришлось. Своё душегубство он совершал по склонности пьянствовать в компании и по склонности к насилию. Нигде не упоминалось, что он имел возможность получать деньги на выпивку и без своих преступлений. На подобные вопросы он отвечал примерно так. «Я уж и сам не знаю, хотел спопьянствовать». А в другой раз говорил это. «Пришло такое меланхольное дело и запутался. Если бы я один пил, а то в компании». На вопрос волновался ли он во время преступления, он просто махнул рукой и со смешком ответил. «Я спокойно, чего там?» Однако есть показания, что после преступлений возбуждение у него происходило. Не сразу и сопровождалось головной болью. На это он и сам указывал. И его жена, которая возвращалась, когда дельце было сделано, заставала мужа в возбуждении, ходящем по комнате. Никакими душевными или нервными болезнями комаров до самого последнего времени не страдал. Болел тифом. В молодости были венерические болезни. По его словам, мягкий шанкар. Теперь жаловался на грыжу, и что по утрам у него бывает головокружение. А затем бывает удушья от того, что с сердцем непорядок. На вид он человек здоровый и сильный. Поднимал пудов по пять. А в молодости – восемь-десять. Рост среднего. С окладистой, с проседью бородой. С морщинами. Простоватое лицо с карими глазами. Часто морщат брови. В некоторые моменты, особенно глаза, принимают некое злое выражение. При этом человек довольно веселый. Много говорит с юмором, прибаутками и площадной бранью. Активно жестикулирует. Отвечает осторожно, вспоминает не сразу. Хорошо владеет собой. Не теряется. Когда нашли первое тело его работы, он стоял в толпе, ничем не выдавая свое присутствие. И говорит, что даже сам принимал участие в выкапывании тела. Однажды его даже арестовали по какому-то подозрению, но потом выпустили. Так как никаких против него говорящих доказательств не нашли. С видом оскорбленной невинности он энергично протестовал против всяких падающих на него подозрений. Знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Работаю на бирже извозчиком. Таким делами не занимаюсь. И так далее, и тому подобное. Его отпустили. Был у него и обыск по подозрению в изготовлении самогона. Присудили его за самогонку на несколько месяцев условно. Но никаких намеков на душегубство не находили. Да и в этот раз, в мае 1923 года, не нашли бы, придя они немного позднее с обыском. Ибо тогда он смог увезти труп. А то вот и пришли, нашли запертый чулан, потребовали ключ. Василий Терентьевич давно потерял из виду своих братьев. И ни с одним из них в дружеских отношениях не был. Ни он им, ни они ему никаких писем не писали. Его жена говорила, что за свои 11 лет супружеской жизни она никогда не видела родственников мужа. О семье своей Василий вспоминал без теплых чувств. Даже с неким раздражением и злобой. Не было у него, в частности, и к матери того теплого отношения, следы которого обычно нетрудно подметить. Даже у самых жестоких преступников. На вопрос, вспоминал ли он когда-то о матери, он прямо отвечал. А что она мне хорошего сделала, чтобы мне ее добро вспоминать? Вспоминал, что отец его сильно поколачивал. Да и мать-то его доставала. Семья, состоявшая из пьяного отца, кучи детей и вечно рожавшей беременной матери, семья выживала, но бедно и недружно. Внутри нее царили вечные раздоры, наложившие свою мрачную печать на Василия. Долгое время оставался безграмотным и никогда не учился никакому ремеслу. Серьезная алкогольная наследственность, тяжелая атмосфера в семье сделала его крайне раздражительным и злобным человеком. Он никогда не знал о чувстве симпатии ни в одной из форм его выражения. Ни в виде любви, ни в виде дружбы. Больших друзей, с которыми он бы был связан, или сердечной привязанности у него никогда не было. Были лишь приятели-собутыльники, которых он, по его словам, нередко угощал водкой и самогонкой. Но к этим приятелям он относился очень легко, без особой привязанности. И полагал, что и они к нему относятся так же. И угощал-то он их не из какой-либо симпатии или склонности сделать им что-то приятное, а из бахвальства, чтобы себя показать, прорекламировать. Дескать, от того, что он их угощал, он чувствовал, что его уважают, что он нужен. На вопрос, как он относится к гибели своих приятелей на войне, долго ли горевал о них, он с некоторым даже раздражением отвечал. «Ой, черт мне о них горевать, помер и все тут, и они обо мне не стали бы горевать». Василий был дважды женат и недоволен обоими женами. Любви не испытывал ни к одной, разве что было только похотливое влечение. Со всеми женами постоянно дрался, детей бил постоянно, ремнем, веревкой, пьяный и трезвый. Семейная жизнь его жены представляла жуткую картину. Непрерывный деспотизм, избиение и нелюбовь пьяного мужа к детям. Все указанные факты из жизни Комарова с детства до последнего времени показывают нам, как у него постепенно сложилась склонность к постоянному желанию насилия для удовлетворения своего чувства значимости и потребительства. Постепенно у него развилась склонность к хищничеству и нетрудовому приобретению имущества. Вместе с тем склонности сплелись в одно целое. Алкоголизация и насилие образовали чрезвычайно сильную предрасположенность, которые и выразились в его чудовищных преступлениях. Алкоголизму он обязан и своей импульсивностью, и особенному состоянию своего мышления. Он не глупый и даже довольно хитрый. Но его мышление отличалось своеобразной неустойчивостью. Его память и аналитическая способность значительно понижены. События вставали некими отрывками в его памяти. Притом многие из этих событий были окрашены обязательно плохо и доставались ему с большим трудом. А некоторые события совершенно исчезали из его памяти. Просто не было. Он по пальцам считал года и достаточно часто сбивался со счету, ему приходилось начинать снова. У него заметный юмор алкоголика, большая болтливость и вместе с тем сбивчивость изложения мысли. И периодически всплывающие странные ассоциативные мысли, нарушавшие общую нить повествования. В речи периодически всплывают незначимые мелочи, из сети которых он просто не может выбраться. Начиная рассказывать об известных фактах, с ажиотацией и с трехэтажными ругательствами, и с видным интересом к описываемым событиям, он быстро сбивается и уходит в сторону, рассказывая совершенно о других незначимых фактах, затронутых при описании первых фактов. Казалось, что второстепенные подробности, которые он подхватил из последних, рушит всю речь и способность рассказывать о чем-либо. В результате чего получаются некие скачки мысли в сторону все новых и бессмысленных историй, и это все свидетельствует о полном и неустойчивом внимании, о так называемом ассоциативном мышлении по внешним признакам и ослабленной связи мышления. Память на места, где он закапывал или бросал тела, на удивление оказалась хорошей. Вообще, память на отдельные факты у него очень хорошо сохранялась, но память на связи и последующие события сильно ослаблена. А вот что рассказывали о нем современники. Молодой следователь, доведенный до белого кипения от его рассказов о преступлениях, задал ему прямой вопрос. «Вам убитые не снятся?» И тот ему простодушно ответил. «Милок, а ты когда муху задавил, она тебе потом снится? Вот и мне не снится». Ну а на вопрос, зачем он лишал людей жизни, он с усмешкой отвечал. «Жена моя любила сладко кушать, а я горько пить. Лошадь кормила, а выпить не давала». Комаров сам признавал, что ему доставляло удовольствие его занятия. Кровавое ремесло приносило доход и одновременно заставляло кровь скипать от возбуждения. Поиск подходящих клиентов и момент расправы заставляли чувствовать его себя лучше. Но, по его словам, все усугубил резонанс вокруг его деяния. Теперь уже не каждый был готов клюнуть на уловку пойти к нему в квартиру. На вопрос о раскаянии психиатра Евгения Краснушкина Василий ответил. «Убил бы да хоть еще 60 человек». Новость о преступлениях мгновенно распространилась по городу. Люди сочиняли все более и более ужасные рассказы и домыслы. Помните в нашем ролике «Смутер Фауст» про барселонскую вампиршу Энрикетту Марти? Мы говорили о том, что женщину, вероятнее всего, оклеветали и приписали ей немного больше, чем она совершила на самом деле. Про Комарова ходили ровно такие же кровавые слухи. Что, например, внутренности своих жертв он скармливал свиньям или мучил людей. Но, если что, это все вымысел и глупость. Если вы где-то это прочитаете или услышите, знаете, этого не было. Но, что интересно, насчет этого его даже на допросах спрашивали. «Человечиной не кормили ваших поросят?» «Не-е-е-е, да если б кормил бы, я больше поросят завел». Суд над Василием Комаровым и его супругой Софьей состоялся 6 июня 1923 года. Продлился он всего три дня. В те годы машина правосудия не могла ждать, и судить нужно было быстро. «Москвичи негодовали. Как это так? В их городе? Да и такой душегуб, да еще и такой отвратительный». Семьи погибших были в ярости и искали возможности расправиться с их убийцей. Поэтому наследственные действия Василия всегда везли осторожнее, чтобы его, не дай бог, не унесли разъяренные толпы. Процесс дела Комаровых-Петровых был громким настолько, что о нем написали даже в зарубежной прессе. Вот, например, в «Нью-Йорк Таймс» писали, что Василий был совершенно незрачным. Единственной деталью, которую они подметили, были зрачки его глаз, которые были необычайно маленькими в соотношении с белком. Они также писали о том, что когда Комарову дали слово в суде, он сказал, «Я вам уже признался. Чего вы тянете?» А будучи в камере, высказался. «Мне 52. Хороших времен и так вдоволь навидался. Жить уже не хочется». Но во время суда было любопытное событие. Комаров заплакал. Это произошло, когда он рассказывал о своей юности, работе в полях. Но при этом после он искренне веселился, вспоминая свои лучшие годы пьянства и кумовства. Вдобавок мы нашли информацию о том, что Комаров пытался расстаться с женой три раза. Ну и вы все понимаете, что каждый из этих случаев был неудачным. На суде себя он вел очень странно. Присутствующих пугала его манера общения, его холоднокровные высказывания. Когда его спросили, имеет ли он что-то сказать в свое оправдание, то он в свою очередь буркнул. «На фронте убивают честных людей, а я убивал спекулянтов». Конечно же, вы можете подметить сейчас, что механизм самооправдания у Комарова был излишне примитивен. Что важно, Михаил Булгаков присутствовал на том процессе. И так описывал происходящее. Никак нельзя назвать человеком Комарова, как нельзя назвать часами одну луковицу, из которой вынут механизм. Эту формулу для меня процесс подтвердил. Предстал перед судом футляр от человека, не имеющий в себе никаких признаков зверства. Впрочем, может быть, какие-нибудь особенные, доступные специалисту-психиатру, черты и есть. Но на обыкновенный взгляд, пожилой обыкновенный человек, лицо неприятное, но не зверское, и нет в нем никаких признаков вырождения. Но когда это создание заговорило перед судом, и в особенности захихикало сиплым смешком, хоть и не вполне, но в значительной мере, не знаю как другим, мне стало понятно, что это значит «не человек». Когда его первая жена отравилась, оно, это существо, сказало. Ну и черт с ней. Когда существо женилось второй раз, оно не поинтересовалось даже узнать, откуда его жена, кто она такая. Мне это что, детей, что ли, с ней крестить? Словом, создание – мираж в оболочке извозчика. Хроническое холодное нежелание считать, что в мире существуют люди. Вне людей. Жуткий орел человека-зверя исчез. Страшного не было, но необычайно отталкивающее. По-моему, над интервьюерами, следствием и судом полегоньку даже глумился. Иногда чепуху какую-то огородил. Но вяло, с усмешечкой. Интересуетесь? Извольте. Цыганку в убителе, папа. Зачем? Для так. И чувствуется, что никакой цыганки убивать ему вовсе не хотелось. Равно как и папа. А так, насели с вопросами чудаки. Он и говорит первое, что взбредет на ум. Интервьюер спросил, что он думает о том, что его ожидает. Эх, все поколеем. Равнодушен, силен, нетруслив и очень глупый в человеческом смысле. Прибаутки его ни к селу, ни к городу. Мысли скупые, нелепые. И на человеческой глупости блестящая, великолепная амальгама того специфического смрадного храмства, которым пропитаны многие, очень многие замоскворецкие мещане. Все это чуйки, отравленные большими городами. Я думаю, что приговор, учитывая все ранее сказанное, весьма очевиден. Василий Комаров был признан в лишении жизни 33 человек. Его жена была обвинена в пособничестве и также подлежала расстрелу. Еще одно, на удивление, в западной прессе я нашел новость о том, что Комаров вскоре решил подать апелляцию от имени себя и своей жены, несмотря на то, что он сам просил для себя расстрела. Верить этому факту или нет, решать вам. Но подобная публикация была. 18 июня, по другим данным июля 1923 года, его приговор привели в исполнение. Детей отправили в детский дом. Вот что пишет об этом Булгаков. От души желаю, чтобы детей помиловал тяжкий закон наследственности. Не дай бог походить на покойных отца и мать. Так и закончилась история шаболовского душегуба. Ну а сейчас давайте окунемся в психический статус Комарова. Учитывая уровень медицины в конце 19 века, а также социальный статус Василия Комарова, можно сделать вывод о раннем развитии его патологии. Сюда же стоит отнести раннюю алкоголизацию с формированием зависимости к 15 годам, а также весьма вероятные черепно-мозговые травмы в результате побоев отца. Однако на этом фоне вряд ли стоит говорить о каком-либо органическом нарушении личности, для которого характерны отсутствие четко выраженных мотиваций и целенаправленного поведения. У Комарова все-таки хоть и были неадекватные, но мотивы. И он смог продумывать свои планы, которые позволили ему совершить такое количество преступлений. Вероятнее всего, здесь имело место некое сочетание шизоидных и антисоциальных черт личности, доходящих до степени психопатии, среди которых можно выявить склонность к бродяжничеству и смене мест, отсутствие стремления к межличностному общению, незаинтересованность в социальном взаимодействии, несмотря на то, что он был способен входить в доверие к собеседнику, хладнокровность, эмоциональная скупость, отсутствие эмпатии и сострадания по отношению к своим жертвам, поверхностное отношение к правонарушениям, продиктованное убежденностью в своей правоте и идеях собственного величия. Достаточно вспомнить, зачем он угощал людей алкоголем, чтобы почувствовать себя более лучшей версией человека, чем они. Дескать, они смотрят на него снизу вверх. Построение собственных морально-нравственных принципов, непонимания и пренебрежения общественно значимыми ценностями. Он создал свой маленький изуродованный мирок внутри нашего мира. Также удовлетворение собственных базовых потребностей, без стремления к чему-то большему, никаких амбиций. Его поступки достаточно своеобразны для окружающих, но вполне адекватны для него самого и его внутренних хотелок. Таким образом, мы можем выявить у Василия Комарова индивидуально-психологические особенности, а также нарушения мышления и восприятия могли оказать существенное влияние на его поведение. Именно это мешало ему правильно воспринимать общественное мнение и факт инкриминируемых ему деяний. Его правонарушения были продуктивны, немотивированной агрессией или чем-то подобным. А сформировавшаяся у него неадекватная картина мира, в котором существуют плохие люди, и за их устранение можно получить всяческие поощрения. Тем самым он создал для себя так называемый иллюзорный внутренний кодекс, «Очищая мир, получаешь поощрение». Так сказать, очень убого сформированы павловские безусловные рефлексы. Так было в его детстве, в котором он наблюдал безнаказанное насилие, а в более взрослом возрасте он стал получать деньги за это и осознавать, что в результате этого повышается его социальный статус. И произошла цепь связей, агрессия, от которой он получал разрядку, и еще и деньги, и избавлялся от ненужных людей. Еще важно, что в его собственной семье, в которой его жена поддерживала все его помыслы, когда она чуть-чуть поплакала, но он смог ее переубедить. Хотя он, если взглянуть на всю его биографию, он совершенно не был адаптирован к семейной жизни. Вообще семейная жизнь была ему нужна только по одной простой причине. Так принято. Это социальный статус, это зеркало эпохи. «Должна быть жена». Потому что вот эти факты, то, что он все время хотел развестись, это очень отчетливо показывает этот момент. Он вообще не испытывал никаких эмоций. Простой факт сексуального удовлетворения. Вот и все. Комаров — это гоблин из-под моста той эпохи, отражающий весь тот мусор и все сточные воды, которые туда сбрасывались. Сбрасывались в эти каналы времени. Дело Комарова вошло в историю советской криминалистики. До сих пор в Центральном музее МВД хранится тот самый молоток, которым Петров Комаров крошил черепа своих жертв. Также еще стоит отметить, как Комарова увековечили Ильф и Петров в своем произведении «Одноэтажная Америка». Вот что они пишут. «В тюрьме Аль Капоне подписывают антисоветские статейки, которые газеты Хёрста с удовольствием печатают. Знаменитый бандит и убийца, вроде извозчика Комарова, только гораздо опасней, озабочен положением страны и, сидя в тюрьме, сочиняет планы спасения своей родины от распространения коммунистических идей. И еще в народе ходила вот такая песня о Комарове. Разумеется, в исполнении Мутерфауст. Просим! Здесь в Москве за Калужской заставой Всем известный, кто был Комаров. Торговал он на коны конями, и народ грабил чище воров. Лишь как конный базар открывался, появлялся там с хлыстиком он. Межприезжих крестьян он толкался, набивался дешевым конем. Вот в газетах явилась заметка, от которой все вскрикнули «Ах!» Оказалось, что плыли на льдинах неизвестные трупы в мешках. Так шагал он в крови, утопая, и никем не замечен был он. Наконец-то он муром попался и предстал преднародным судом, но недолго его там судили. Я открыть скажу вам, друзья, вновь с женой их на мушку садили. Вот и кончилась песня моя. И помни, товарищ, мир не такой добрый, как нам кажется. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»